МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всегда искренне радуюсь за людей, которые серьезно относятся к автомобильному делу. И это очень серьезный сюррет, кстати. Мы его посвятили своему шестилетию. И вот к тем 3 миллионам 100 тысяч долларов, которые я откатал в руле, мы добавили этим сюрретом и еще 100 тысяч долларов. С небольшим, кстати. И сегодня мы вам демонстрируем автомобили, которые с нуря в магнитогорке вы не купите никогда. Потому что если вычесть миллион из той вышеозвученной суммы, вот ровно настолько, причем в евро, должен быть склад запасных частей. У кого такие деньги есть, я не знаю. Но у вас сейчас есть возможность купить Мерседес в последнем кузове, трехлеточку, кстати, за весьма достаточно скромную сумму 1 миллион 300 тысяч рублей. И при этом это, между прочим, 3,2 Мерседес 220 лошадиных сил. Ну, примерно. Все возможные системы, курсовая устойчивость, стабилизация, все это здесь есть. Плюс навигация, плюс, разумеется, аэрбэги. Реальный пробег этого автомобиля, абсолютно реальный пробег, 106 тысяч километров. MB Motors. Там они стоят, эти машины, свеженькие такие, из-под немца, из-под хорошего немца. Не биты, ну, с небольшими, скажем так, огрехами. Но, тем не менее, Мерседес есть Мерседес. Поэтому, выбирая себе автомобиль, ну, и целясь на что-то заоблачное, давайте на землю спуститесь. Машина, ну, немножко покаталась. И, тем не менее, она готова дарить вам максимум удовольствия. А это все-таки Е-класс. Большой, здоровый и максимально комфортный. Давайте немножко передохнем. Есть вариант, кстати, на Мерседес и подешевле. Это Мерседес С-классы в предыдущем кузове. Автомобиль, кстати, 2001-го выпуска и пробег, кстати, тоже меня впечатлил абсолютно реальный 122 тысячи километров. Машина побывала в одних руках магнитогорского хозяина и проходила регулярно все ТОН. Плюс ко всему хозяин доложил сюда комплект зимней резины. И, соответственно, и цена этого автомобиля, ну, примерно в два раза меньше, это 620 тысяч рублей. Цель, кстати, сейчас Мерседесы внутри, они очень здоровые, кстати, подфонят такие. И багажники здоровые. И, если вы хотите ездить на Мерседесе своеобразным двигателем, сейчас это сделать можно. Причем автомобиль без каких-либо внешних огрехов и, соответственно, брался он под себя. Здесь максимальный мерседесский фарш для серии Классик, кстати. Серьезный автомобиль за небольшие деньги. Машина, в принципе, вполне кредитная. Вы можете найти ТОН, либо, вот я телефончик укажу, проконсультироваться по поводу этой ЦЕШКИ. Мне ЦЕШКИ, в принципе, всегда нравились. Машина компактная, очень маневренная. Ну, и эта машина с двигателем 174 лошадиные силы, дефорсированным. Она позволяет вам ездить долго, очень долго. И, кстати, достаточно быстро. Ну, а нас ждет последний вариант Е-класса. Тот, который на полном фарше. Ну, а мы себе позволим проверить, насколько велики амбиции. Да, очень велики амбиции. И я скажу, что ЦЕШКЛАС мне понравился. Да, вот она, изюминка. Нашей сегодняшней коллекции. Не надо мне ТИПТРОНИКО коленкой давить по такому. Поэтому мы так быстро и ускорились. Потому что ТИПТРОНИКИ, вот так вот. А еще, а еще на этой машинке, на этом серьезном мускулистом Мерседесе, двигателем, кстати, 3.2, 227 высотных сил, кстати. Ну, 224, ну, где-то так, примерно. Вот. Есть пневматическая подвеска, кстати. Именно поэтому этот автомобиль едет очень-очень плавно. И мне очень напомнил Линкольн Таун Кар. Самолетик-то оборудован полностью по-самолетному. Есть и навигация, есть полный обвес по Парктронику. Есть вся безопасная обстановка типа 8 эрбэгов, кстати. Двухзонный климат-контроль очень симпотно выполненный. И пробег этого автомобиля 73 тысячи километров. И вот мы сейчас проезжаем вместо рейсерских баталий. Я скажу вам, вот этих всех я выделываю, как будет грелать пару-прот, легко. Но Мерседес не для этого создан. Если вы хотите погонять уж совсем серьезно и с вот этими ребятами, возьмите BMW, а Мерседес это стиль, комфорт. И это, разумеется, ваш успех. И, соответственно, я вам так скажу. Но, опять же, вернувшись к нашим баранам и к началу нашего сюрета, скажу, что новых Мерседесов вы не купите. Сейчас есть возможность такое сделать. Не надо вам ломиться, тратить лишние 30, может быть, даже 40 тысяч долларов, когда есть машина за 50-60 с небольшим, скажем так. Машина эта, именно машина, стоит 1 миллион 360 тысяч рублей, кстати. И, я вам скажу, и в Германии есть такая тенденция продавать автомобили только через аутохаусы. То есть машины продаются там, с проверенным пробегом, в идеальном техническом состоянии. И, соответственно, это просто кайф. Гонять, ездить и иметь Мерседес. Мерседес. Гонять, ездить и иметь Мерседес. И, соответственно, за год! И, соответственно, за год! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»